МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Для чего я должен жить? Школьники по городскому радио 105.0 FM обратились к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах. Первое место и путевка в дивизион Трофи. Гродненский клуб Ритм стал победителем Кубка Европейских чемпионов по хоккею на траве Челлендж-1. Буфонадное шоу с выступлением у рок-группы или мистическая постановка. В Гродно с гастролями приехал белорусский независимый театр Че. Мир без войны глазами детей. Выставка рисунков учащихся из-за студии «Чароная палитра» открылась в областном методическом центре народного творчества. В Беларуси продолжается акция госавтоинспекции «Внимание, дети!» Пока водители стараются не забывать в дневное время включать фары, радио 105.0 FM напоминает автовладельцам о значимости каждой детской жизни. Ведущие радио и инспекторы госавтоинспекции на протяжении месяца проводили конкурс среди груденских школьников. Им предлагалось написать сочинение на тему «Для чего я должен жить?». В первый день каникул радио 105.0 FM подвело итоги конкурса. Чей детский голос обратился через радиоприемник груденским водителям, расскажет Вероника Цыганок. Я заклинаю вас, будьте внимательны, дайте мне сделать еще один вздох, еще один шаг. Ведь я еще так мало жила на этом свете. Скорость, фиск тормозов, скрежет металла и тишина. Водитель, дай дорогу жизни. Строки из сочинения 16-летней школьницы Елизаветы Стецко о том, для чего должны жить дети, теперь будут слышать в своих автомобилях все водители Гродно. Завершилась акция «Дай дорогу жизни», инициированная городским радио 105.0 МФМ и Гродницкой госавтоинспекцией. Поучаствовать в ней могли все школьники города. Для этого необходимо было написать свои размышления на тему, для чего я должен жить, и принести в редакцию радио. Эту акцию мы придумали совершенно случайно. Я шла утром по дороге, через проезжей части, и меня не пропустил водитель, практически чуть не случилась беда. Я подумала о том, что я взрослый человек, и я так среагировала. Как среагирует ребенок? Ну, прежде всего, я, конечно, подумала о своих детях. И так родилась эта акция, идея. Гаи и Гродницка, за что им огромное спасибо, поддержали нас. В творческом конкурсе поучаствовали более 60 ребят Гродно. Победителями были названы Елизавета Стецко, Елизавета Региния и самая маленькая участница, десятилетняя Ариадна Волох. Девочки получили памятные подарки, майки с логотипами радио, сертификаты на поход в одно из кафе города и, главное, возможность услышать свой голос по радио. Ариадна представила свое обращение к водителям в стихах. Зачем живут на свете дети? От них ведь солнце ярче светит, дожди пореже капают. Ведь дети всех-всех радуют. Но есть такие люди злые и очень даже непростые. Они детишек обижают, через дорогу не пускают. Могу написать за 15, если дать хорошую тему. Если она мне понравится, то я могу за секунду где-то написать пару строчек. Они получаются все время интересные. Я пишу стихи с пяти лет. Елизавета Стецко любит читать с детства. Печатает художественные рассказы собственного сочинения в журнале «Березка». С детства я люблю читать. Я много пишу для школы, для всяких конкурсов, которые проводит наша школа. Также я участвую в конкурсах, которые проводятся где-то выше. Я не знаю, кем я буду в будущем, но я точно знаю, что мне нравится писать. И я люблю это. Отрывки сочинений победителей будут звучать на волнах радио 105.0 МФМ на протяжении некоторого времени. Трогательные слова детей должны заставить водителей задуматься и лишний раз притормозить перед пешеходным переходом. Вероника Цыганок, Максим Базиленко, Новости Гродно+. В Гродно продолжается реконструкция лютеранской кирхи. Сегодня для установки на колокольню привезли новый 14-метровый шпиль. Его полностью воссоздали в соответствии с первоначальным проектом 1873 года. Сейчас идут работы по демонтажу 10 старых куполов. Они не являются оригинальными и были установлены на кирхе в начале 50-х годов прошлого века. Было принято решение восстановить первоначальную форму шпилей, но сделать их более прочными. Конструкции изготовили из металла, а не из дерева, как было раньше, и покрыли специальной краской, которая защитит их от непогоды. Устанавливать центральный шпиль будут в ближайшие дни. После завершения работ высота кирхи составит 38 метров. Для сравнения, высота колокольня Свято-Покровского собора равна 39,5 метров. В Вине завершился Кубок Европейских Чемпионов по хоккею на траве «Челлендж-1». В соревнованиях принимали участие 8 команд из Белоруссии, Австралии, Италии, Чехии, Бельгии, Уэльса и Шотландии. По итогам турнира Гродинский хоккейный клуб «Ритм» занял первое место и завоевал путевку в дивизион «Трофи». Лучшим игроком и бомбардиром соревнований была признана наша землячка Светлана Богушевич. Радует меня как тренера то, что в каждой игре в первом тайме мы забивали по 3-4 мяча и решали исход встречи в свою пользу. Тем самым заводя соперников уже, так сказать, нокдаун. Ну и второй тайм уже давали отдохнуть основным нашим игрокам. Все играли, вся скамейка играла. А в настоящее время Гродинский хоккейный клуб «Ритм» готовится к игре с Минском за почетный трофей. В этом году проводится новое соревнование «Суперкубок», который включает в себя две игры. Одна дома, так сказать, в Гродно состоится 9-го. Приглашаем всех болельщиков. И вторая ответная 12 июня уже в Минске состоится. И по результатам двух игр определится обладатель «Суперкубка» Беларуси. Внимание, розыск пропал мужчина. Переховский Геннадий Ростиславович, 62-го года рождения. В начале мая ушел из дома по улице Поповича. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы на вид 45-50 лет. Рост 175 см среднего телосложения. Волос русы короткий. Особые приметы в Паховой области имеются после операционный шрам. Был одет коричневые брюки, коричневая ветровка, черные туфли. При себе имел черную сумку, в которой находились личные документы. Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефону МТС 363 55 77 и 622 45 20. Или же вы можете обратиться по короткому номеру 102. В Гродненском драмтеатре начинаются гастроли Белорусского независимого театра Че. На следующей неделе, в понедельник и вторник, Гродненцев приглашают на спектакли «Дяды» и «Матухна» «Кураж» и «Едити». Если первая постановка овеяна мистицизмом одноименной поэмы Адама Мицкевича, то вторая – это музыкальная комедия о войне. Режиссер считает, что уничтожить войну можно только сатирой. Порадуют зрителей творческие находки и смелые идеи театра Че, а также музыкальное сопровождение спектакля четырьмя белорусскими рок-группами, которые исполнят живую музыку. Обо всем подробнее Наталья Иванченко. Мистическая постановка или буфонадное шоу? Выбирать вам. В Гродно с гастролями приехал белорусский независимый театр Че. 8 июня к роднице увидят спектакль «Дяды» по произведению Адама Мицкевича. А 9 числа смогут оценить фактически премьерный показ «Матух на кураж» и «Едити». К слову, последний спектакль весьма актуален в свете сегодняшних событий. Поставленный режиссером Михаилом Лошицким по пьесе Бертольта Брехта, спектакль является уникальной комедией о войне. И вообще меня задел вопрос, очень сильно задел, как легко мы все воспламеняемся и готовы убивать друг друга. И даже за это мне было очень стыдно, потому что мы славяне, которые вообще достойны после тех войн, которых мы победили, достойны вообще какого-то, знаете, благодаря нашим дедам и там прадедам, может у кого-то отцам, мы достойны вообще некоторого такого, знаете, некоторой святости и очень к нам аккуратного отношения, насколько мы быстро были спровоцированы, наш славянский мир, на какой-то ерунде, и как мы быстро начали убивать друг друга. И мне за это стало, ну, просто больно и обидно. И я захотел высказаться. И вдруг в голове всплыл материал Брехта написанного «Маша Кураж и ее дети». Он такой, это материал предвестник войны. Это своеобразное предупреждение всем людям, что такое война и какие последствия она за собой влечет. И не случайно матух на Кураж и ее дети – комедия. По словам режиссера Михаила Лошицкого, он хотел унизить войну, растоптать. И лучший способ для этого – юмор и сатира. Поэтому получился не совсем обычный спектакль, а зрелищное буфонадное шоу, где на протяжении всей постановки вживую играют четыре известные белорусские рок-группы. Что касается спектакля «Дяды», который гродненцы увидят 8 июня, будьте готовы столкнуться с мистическим. Аллегории, метафоры, подтекст и скрытый смысл. Недаром же в основе спектакля лежит одноименная поэма Адама Мицкевича. Роман «Падаляка», исполняющий главную роль Густава Конрада, рассказал о своем герое. Спектакль «Дяды» уже два года. Его успел посмотреть украинский, литовский, польский зритель и, конечно же, белорусский. В планах – гастроли в Грузии и в Милане. Постановка «Матух на кураж» и «Эй, дети» совсем новая. Увидела ее только минская публика. А сейчас такая возможность появилась и у гродненского зрителя. Это как дети у родителей. Потому что мы делали эти спектакли с любовью, с командой единомышленников. Собрали лучших людей Беларуси, лучших актеров, лучшего режиссера. Первый спектакль мы делали с лучшими, опять же, литовскими постановщиками, которые прославлены на весь мир. Поэтому зритель Гродно, который придет на спектакли «Дяды и мамаши кураж», не пожалеет. Поэтому 8 и 9 июня Белорусский независимый театр «Че» приглашает гостей и жителей нашего города на свои спектакли, которые пройдут на сцене Гродненского драмтеатра. Наталья Иванченко, Анатолий Бояренцев, Новости Гродно+. О счастье жить в мире рассказывают дети. Трогательными картинками беззаботной жизни наполнена выставка учащихся из-за студии «Чаровная палитра» Центра творчества детей и молодежи «Промень». Экспозиция открылась в областном методическом центре народного творчества. Юные художники посвятили свое творчество теме 70-летия Великой Победы. Взгляд на войну и мир с точки зрения ребенка оценила наша съемочная группа. Под исполнение музыки образцового ансамбля «Виолинки» состоялось открытие выставки детских рисунков. Юные художники, учащиеся из-за студии «Чаровная палитра» Центра творчества детей и молодежи «Промень» приобщились к теме минувшей войны. Символично то, что выставку, приуроченную к 70-летию Великой Победы, ребята назвали «Счастье жить в мире». Мы решили присоединиться к общему празднику Победы, к этому прекрасному юбилею, который был в этом году 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Почему именно дети рисовали мирные картины? Дело в том, что ребята, здесь только предоставлено 4 ребенка, ребенок делал от 4 до 6 картин. Поэтому ребенку очень тяжело рисовать войну, тем более в таком объеме. Мы решили сделать мирные картины, которые показывают наше время. Но все-таки вот одну работу мы посвятили, так чтобы было понятно, мы посвятили тому времени. Эта работа 16-летней Эдиты Курсток «Письма памяти». Опавшие лепестки роз, пожелтевшие треугольники письма с фронта от того, кого, возможно, уже нет в живых. Эта трогательная картина полна детской наивности и доброты. Как и остальные рисунки. Парочка влюбленных котов, клоуны и карусели, отдых на природе. Дети изобразили на полотнах беззаботные моменты счастливой мирной жизни. Такое неотрицательное, то, что это ужасное время, и то, что происходило в те часы, ни в коем случае нельзя повторять. И мы, ну, всей студией, всем нашим коллективом только за мир на земле. Из-за студии «Чароная палитра» существует 13 лет. За эти годы учащиеся добились многого. Более 150 дипломов международного и республиканского уровня. Бесчетное количество выставок и талантливых выпускников. С каждым годом уровень мастерства ребят растет. Анечка Стефанович призналась, что уже набралась художественного опыта. Я рисовала лошадь. Это моя самая лучшая работа. Я набралась много опыта за эти годы. У меня есть совместная работа. Мы с мальчиком работали вместе. Я рисовала, как я отдыхала летом, работу на Братславских озерах. Выставка «Счастье. Жить в мире» стала ярким завершением плодотворного учебного года из-за студии «Чароная палитра». Насладиться добрыми, наивными детскими фантазиями может любой гродненец. В областном методическом центре народного творчества экспозиция рисунков продлится до августа. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. 18 июля Гродно станет автомобильной столицей Белоруссии. В наш город приедут лучшие транспортные средства со всей страны, а также из России, Украины, Польши, Литвы и Латвии на шестой международный автофестиваль «Сандэй-2015». Как сообщает портал «Автогроднобай», с этого года не только значительно повысится качество автомобилей участников, но и добавятся новые номинации. Один из главных сюрпризов – это проведение на фестивале «Сандэй» этапа 18-го чемпионата России по автозвуку и тюнингу с участием квалифицированных судей. Новым направлением на фестивале станут электромобили и автомобили для автобоев. Организаторы приглашают участников поспешить подать заявки. В программе фестиваля традиционно три части. Днем состоится презентация автомобилей и выбор лучшего в каждой номинации, а также шоу-программа, конкурсы и зоны развлечений. Вечером запланированы на главной сцене концерт, а ночью – опен-эйр. Место проведения фестиваля «Сандэй» в этом году не изменилось. Это, как и раньше, будет площадка аэроклуба напротив озера «Юбилейное». На этом у меня все. Напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by. О новостях спорта расскажет моя коллега Анастасия Бояринцева в передачу «Спортобзор», которая выйдет в эфир сразу же после прогноза погоды. Оставайтесь с нами. Неприятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин